Возвышенный разум – это следующая категория. Он определяется в Шри Евробинде как прозрачным и подвижным. Общий фон несколько просветляется, приобретает голубоватый оттенок. Вспышки света имеют уже тенденцию сохраняться более длительное время, чем это имеет место при обыкновенном разуме. Соответственно, углубляется радость и любовь, полученные свыше озарения, такие тоже иногда приходят в голову, вот этот возвышенный разум способен понять, но понять только путём логического анализа, такой последовательной логики, и, соответственно, на базе этого и строятся определённые ментальные догмы, которые по жизни используются этими людьми. Возвышенный разум чаще всего встречается у философов, у мыслей, у учёных. Далее, озарённый разум. Следует план озарённого разума. И основой этого озарённого разума, по словам того же Штиурабинда, является не общая нейтральность, а чисто духовная лёгкость и радость. Это то, что даёт человеку возможность, если он находится на этом плане бытия, на этом плане сознания, чувствовать уже радость жизни, радость существования. Жизнь становится живой, жизнь становится интересной и временами полной любви. Сам по себе озарённый разум, он присущ творческим натурам, он присущ поэтам, композиторам, художникам, учёным. Однако сама вся субстанция озарённого разума, она полупрозрачна. В ней нет прозрачности, в ней нет лёгкости, в результате чего истинное видение невозможно. Имеет место лишь смутное ощущение истины, что она присутствует. Вот, 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 где-то может появиться что-то в тебе близко к тому, чтобы что-то открыть, действительно грандиозное. Но таких возможностей нет до тех пор, пока этот план разума более высокого качества не будет нами освоен. Озарённый разум, надо сказать, по своей природе неуравновешен. Неравновешенно. Это нечто, что позволяет человеку почувствовать находящиеся наверху световые вибрации, потом, когда он опускается вниз, опускается в более низкие слои разума, он чувствует тяжесть, он чувствует мрак, есть что с чем сравнить. Озарённый разум, по своей природе, носитель озарённого разума, это личности, как правило, невротические, такой, с полярной психикой. Интуитивный разум. Интуитивный разум, в отличие от озарённого, прозрачен и крайне подвижен. Искрознание вспыхивает откуда-то из голубого безмолвия над головой и оформляется в конкретные идеи, в конкретные результаты, в конкретные открытия и откровения, которые не требуют совершенно логических доказательств и интеллектуальных рассуждений. Так вот, по словам Штеоробинда, интуиция, касающаяся не животной нашей интуиции, а именно интуиции интуитивного разума, это воспоминание истины. По сути, мы способны вспомнить ту самую истину, от которой мы ушли, погрузившись в материальность. То есть, это воспоминание того, что когда-то мы закономерно потеряли в этой божественной игре, в эволюционном процессе, по мере нашего погружения в материальность. Интуиция является источником глубинной любви, она является источником радости, и те откровения, которые рождаются в интуитивном разуме, они целостны по сути, они фундаментальны и целостны, и не подвергаются или не поддаются, правильно сказать, ментальным удроблениям, их нельзя рассыпать на какие-то фрагменты. Однако интуиция может вуалироваться вмешательством рассудка. Рассудок может вносить искажения в эти интуитивные озарения, поэтому если человек получает с плана интуитивного разума какое-то озарение, то оно должно расшифровываться, что ли, или проявляться без участия ума, то есть на фоне ментального молчания, чтобы ум не напридумал того, что может исказить эти откровения. Интуитивным разумом обладают редкие гении человечества, это мудрецы, поэты, композиторы, учёные, вот такие редкие индивиды. Глобальный разум, глобальный разум, это фактически, говорит Штиоробинда, космическое сознание, но без потери индивидуальности. То есть ты, по сути, находишься на уровне ощущения космического разума, но индивидуальность не теряешь. И на этом плане сознание созерцает, цитирую Авробинда, в безмолвии, большими объёмами, охватывая единым взглядом обширную протяжённость простанства и времени. Сознание становится массой постоянного света, и в результате имеют место всеобщая радость, всеобщая красота и вселенская любовь. Глобальное сознание связывает воедино все элементы вселенской игры, потому для него не существует понятия ни уродства, ни зла, ни страданий. И вот этот глобальный разум служил источником откровения великих кучелей человечества и основателей религии. Надо сказать, что мы с вами, вот сделаем небольшую паузу, что мы с вами, работая на пути сознательной духовной эволюции, последовательно, по мере продвижения по пути, осваиваем эти планы сознания. Так что то, что раньше являлось уделом каких-то отдельных гениев или мудрецов, или основательной религии, то, что они ощущали в своих переживаниях, теперь становится доступно нам, доступно каждому человеку, имеющему духовный талант и решившему его, этот свой духовный талант, реализовать, правильно реализовать. Так что сегодня эта классификация сама по себе в части её высших планов доступна для достижения нашего достижения. Мы можем достичь этих планов сознания, и мы можем быть вот в этом ряду ранее единичных в проявлении гениальных индивидов. Сегодня мы можем это пополнить. По утверждению Штеоробинда, и по нашему сегодняшнему, безусловно, пусть пока ещё немногочисленному опыту, за пределами разума лежит супраментальное сознание. Супраментальное сознание или сознание истины, ещё его можно назвать истинно-божественным сознанием. То, что вот эти планы разума рассматриваются, это то, что максимально может быть достигнуто в уровне человеческого сознания. Это ещё не божественное сознание, это ещё не абсолют. Это то, что ещё находится в ведении, что ли, той самой полусферы истины, которая не претерпела радикального божественного преобразования. А вот супраментальное сознание – это не улучшенное глобальное человеческое сознание. Это сознание принципиально новое, принципиально новое, имеющее совершенно иную физическую основу, которая находится за пределами нашей ментальности, за пределами нашего самого совершенного разума. То есть это то, что находится гораздо выше. Попытка выразить суть переживаний, которые возникают при попадании в сферы супраментального сознания, при освоении их, крайне затруднительная попытка по причине ограниченности наших ментальных терминов, которые используются в нашем языковом общении. Мы не имеем каких-то сравнительных, что ли, дождейственных вещей в переживании, которые могли бы отразить напрямую картину проявления в нас этого нового супраментального сознания. Но пытаемся это делать. В частности, разбирая агенду матери, мы уже об этом сейчас достаточно подробно говорим и пытаемся каким-то образом это проявить в знакомых нам переживаниях и терминах. Штевробенда выделяет в этом новом супраментальном сознании, которое человек должен, безусловно, открыть в себе, он выделяет два аспекта. Аспект видения и аспект силы. Видение – это как ты воспринимаешь окружающий мир, и сила – это то, что, в общем-то, правит, руководит и направляет процессы. Разум, наш человеческий разум, обычный разум, он в своей природе неизбежно фрагментирует видимые реальности. Он выделяет какие-то отдельные фрагменты, их обрабатывает, и, соответственно, мы имеем представление об окружающем мире, вот такое фрагментарное. И путём сопоставления этих фрагментов наш разум пытается нарисовать в сознании картину восприятия реальности. Даже этот глобальный разум, мощный разум, который зрит огромными объёмами, объединяя всё видимое и невидимое в неком едином луче, тем не менее он исходит всё-таки из одной точки. Мы эти вот разницу между глобальным разумом и, допустим, супраментальным сознанием. Глобальный разум – это видение из одной эгоистической точки, видение мира. Безусловно, оно ограничено и, безусловно, оно неполно. А вот супраментальное сознание – это когда тот, кто видит, становится частью того, что он видит, он становится тем, что он видит. Понятно, разница? Не просто видит вот из этой точки этот мир. Пусть зрело, мощно там, даже удивительно, но он не является частью того, что он видит, он не чувствует того, что он наблюдает. А вот супраментальное сознание имеет принципиально новое качество. «Наблюдающий есть наблюдаемый», как говорит Кришна Молте. «Супраментальное существо зрит по-иному, с иной точки, не сквозь дебри фактов и феноменов сиюминутного, но сверху, не извне и не по поверхности сюда, но изнутри, из самой истины, из сердца всякой вещи. Для супраментального ощущения ничто на самом деле не является конечным. Оно базируется на ощущении всего в каждом и каждого во всём. Его определяющая способность не создаёт никаких стен, никаких преград, никаких ограничений. Это океаническое эфирное чувство, в котором всякое чувственное знание, ощущение – это волна, это движение, это брызги или капли, которые всё-таки являются при этом святоточием океана, и от океана они, от океана Всевышнего сознания, неотделимы. И как будто неясный или банальный, одинарный взгляд сменился взором художника, поэта, видением одухотворённого и возвышенным, видением причастным к видению божественного в мире. Видение, которого Господь даровал всю полноту своей истины, своих промыслов, как о Вселенной, так и о каждой вещи в ней. Безграничная интенсивность делает всё видимое откровением великолепие и величие его, истинного качества, идеи, формы, цвета. Тогда кажется, что в физическом зрении, в наших физических глазах есть дух и сознание, к которым доступен не только аспект физический объект, но и самая главная его суть – энергетическая вибрация, свет и сила и духовная субстанция, из которой он создан. То есть вибрационное ощущение мира, незримое ощущение мира, ощущение на уровне вибрации, в которой ты являешься, и которое способно, в общем-то, дождейственно становиться вибрацией наблюдаемого тобой процесса. И в то же время происходит тонкое изменение, говорит он, которое открывает видение особого рода. Некое четвёртое измерение – видение, характерный четкой которого является некое проникновение внутрь объекта. Видение не только поверхности, не только внешней формы, но и всего того, что оживляет её и простирается в тонком виде вокруг неё. И действительно, это ощущение единства, тождественности того, что ты называешь собой, с тем, что ты наблюдаешь – это действительно поразительная вещь. Ты являешься кем угодно, на что обращено твоё внимание – это есть ты. Поэтому ты знаешь вещь, явление, объект, человека, минаешь изнутри, то есть доподлинно знаешь всю его суть. Не только внешние формы, не только какие-то косвенные признаки, по которым ты судишь об этом. Это прямое, абсолютно прямое знание. Это как раз и есть супраментальное видение, которое связует друг с другом прошлое, настоящее и будущее в их неделимой взаимосвязи. То, что имеет или носит вневременной характер. А вот второй аспект супраментального – это супраментальная сила. Это сила духа в материи. Это супраментальная мысль, которая трансформировается в мгновенное, абсолютно эффективное, безошибочное действие. То есть сама по себе действие в супраментальном мире – это мысль, которая не рождается в результате каких-то логических измышлений, в результате выбора, альтернатив или каких-то эмоциональных порывов. Это в конечном счёте то, что является абсолютно точным на данный момент. Это то, что можно назвать безошибочным действием, безальтернативным действием, которое, в общем-то, осуществляется абсолютно спонтанно, механически. И сама по себе реализация – это всегда радость, это всегда пребывание в состоянии, ну что ли, божественной любви. И поскольку, когда ты делаешь что-то безошибочно по жизни, я думаю, что вы знаете, что радость у вас присутствует какая-то. Хоть небольшая, копеечная, но она есть, да? Согласны? А когда это всё просто вот так вот по жизни идёт с каждым моментом абсолютно точно и безошибочно, наверное, вот это состояние благодати, ну его уже не отберёшь у вас. Вот это факт. Вот это сила, сила, которая реализуется, реализуется мгновенно, согласно ситуации, неважно в каких условиях вы находитесь, какие-то, так сказать, внешние обстоятельства, но всегда то, что вы делаете, то, что будет делаться вами, это будет делаться не в результате выбора ментального или витального, или предпочтения какого-то, всегда будет абсолютно точно, это всегда будет то, что будет доставлять вам радость. Таким образом, вот эта супраментальная сила, помимо всего прочего, в её глобальном масштабе, в её суперпроявлении, что ли, является движителем эволюции. Если вы открыты этой силе, если вы её принимаете и сдаётесь ей, супраментальной или божественной силой, ещё можно назвать её божественной, наивысшего качества, то тогда то, что с вами происходит и должно с вами происходить без всяких помех, это и будет результатом, это будет давать результат вашим эволюционного роста. Далее, что ещё ценного преподнёс нам Феор Робинда? Он показал, что внутренняя неподвижность на всех планах человеческого сознания, то есть внутренний тотальный покой на уровне ментального, витального, физического тела, это необходимое условие для того, чтобы супраментальная сила, которая сама есть, неподвижность, то есть это сила, которая кажется неподвижной, но это максимально интенсивные и быстрые вибрации, в конечном счёте ты ощущаешь в себе эту силу как бесконечно быстрое вибрационное движение, и в то же время фундаментальный покой. Так вот, фундаментальный покой во всех частях нашего существа даёт возможность супраментальной силе работать в нас и вершить все эволюционные изменения, которые она считает нужным. И в качестве универсального средства для реализации, в том числе той же самой неподвижности сознания на всех уровнях, рекомендуется Феор Робинда использовать специальную практическую дисциплину, которую он назвал интегральной йогой. Ещё её называют интегральной йогой Феор Робинда и Матери. И то, что мы с вами в качестве пути сознательной духовной эволюции разбираем, в основу этого пути, в основу интегрального пути сознательной эволюции, в частности, вот варианты работы на этом пути, положено интегральной йогой Феор Робинда. Я повторяю, в основу она положена. Исходя из собственного опыта, я могу констатировать, что практика интегральной йоги действительно является, при правильном её использовании, при правильном понимании, ещё раз хочу подчеркнуть, потому что в тонкостях медитативных, многими, практически всеми последователями Штеор Робинда, неправильно понимается сам процесс восхождения и нисхождения сознания, о котором мы с вами долго говорили и разбирали, что есть что. Так вот, сама по себе интегральная йога является надёжным, эффективным, безопасным и сравнительно быстрым средством реализации механизма сознательной эволюции на начальных этапах работы, подчеркиваю, на начальных этапах работы. Ну, не буду сейчас на этом задерживать вашего внимания, всем мы знаем при анализе и разборе интегрального пути сознательной эволюции, какие направления работы реализуются на этом пути. Это исследование механизма собственного мышления, это практика активной медитации, которая позволяет успокоить и остановить ум, это бдительность сознания и сознательные дисциплины. Всё это в той или иной степени отражено и в рекомендациях по интегральной йоге, которые давали Штеор Робинда и Мать. Это факт. И здесь Штеор Робинда справедливо замечает, говоря о интегральной йоге, что наша йога начинается там, где все другие заканчиваются. То есть, по сути, он говорит о том, что все йогические системы, ну, йогическое слово «система» – это процесс, чтобы самореализация или самосовершенствование, как хотите, не просто йога в классическом варианте. Так вот, все системы самореализации, они, по сути, доходят до какого-то предела, в этот предел упираются, и люди, те, которые используют определенные методы, рекомендуемые этой йогической системой, они пожизненно эксплуатируют эти методы. То есть, они не достигают уровня божественной жизни, когда метод сам по себе перестает существовать, как мешающий живой жизни. И жизнь просто в новом качестве идёт, продолжается, и никаких вопросов и никаких рекомендаций в методическом плане уже больше не требуется. Вот все йогические системы, они останавливаются на методе. Метод определённый и упираются в тему. Всё. То есть, человек полностью зависим от метода, он абсолютно не свободен. Вот это новая, принципиально новая вещь, которая позволяет пойти дальше, пойти дальше на самом деле, превзойти все, так сказать, методические ухищрения, и выйти на тот самый уровень сознания, на тот уровень жизни, настроенный на божественную волну, которую можно назвать живой жизнью, можно назвать божественным бытиём на самом деле, которое не требует никаких вспомогательных средств, чтобы эта жизнь ощущалась как божественной. Вот это удивительная вещь, удивительная вещь, которой никто никогда, ну, во всяком случае, в нашей новейшей истории не говорил, что можно перестать использовать метод, и сам по себе метод используется на какое-то время для того, чтобы открыть нечто, и потом это нечто, и выполняет всю необходимую трансформирующую работу для того, чтобы вам оказаться в совершенно другой жизни, в совершенно иных условиях. Вот эта божественная сила, эта трансформирующая энергия, она в процессе её открытия требует использования метода. В дальнейшем метод является просто мешающим фактором в нашей работе. И достижение покоя в уме, достижение покоя в уме – это непременное начальное условие для продвижения в интегральной йоге, покой в уме. Вот как он об этом говорит. Спокойствие ума не означает отсутствие в нём каких-либо мыслей или умственных движений вообще. Они будут на поверхности, вы будете чувствовать свою подлинную внутреннюю сущность, отделённые от них, наблюдающие, но не вовлечённые, способные смотреть за мыслями, контролировать их, отвергать всё то, что должно быть отвергнуто, и принимать всё то, что является подлинным сознанием и подлинным опытом. Важно избавиться от привычки вторжения беспокойных мыслей, дунных чувств, путаницы идей, неуместных побуждений, а не беспокоят нашу подлинную природу, скрывают её, делая затруднительным действие божественной силы. Когда ум спокойно мирен, сила действует легче. И абсолютно надёжным средством для достижения спокойствия ума является практика активной медитации. Именно эта практика, о ней мы достаточно подробно и много говорили, именно эта практика обеспечивает и тотальную бдительность, контролирующую сознание по отношению к мыслям и желаниям, и многое другое. Активная медитация, напоминаю вам, она должна рождаться ежесекундно, как попытка остановить работу ума, направленную на реализацию в любой форме мысли и желаний. То есть, в любое свободное мгновение вы должны быть на чеку, вы должны держать ум свободным от влияния на вас мысли. Это практики. Варианты два существуют. Варианты практики активной медитации – это мягкая форма и жёсткая форма. Мы тоже с вами подробно об этом говорили. И я сейчас ещё раз просто процитирую слова Штеор Абинда, как он говорит о этих видах техники активной медитации. Один из них – смотреть на мысли и наблюдать, какова природа человеческого ума, поскольку они её обнаруживают, но не уделять мыслям никакой поддержки и дать им истощиться, пока они не окажутся в тупике. Другой способ – смотреть на мысли не как на свои собственные, а стоять за ними в качестве свидетеля или наблюдателя, и отказывать им в одобрении. Мысли рассматриваются, как нечто, приходящее извне. Их следует понимать, как случайных прокожих, пересекающих умственное пространство, с которыми не имеешь никакой связи, и которая тебя никак не интересует. При использовании этого метода, некоторое время спустя, ум делится как бы надвое, а на часть, которая является ментальным свидетелем и наблюдателем, спокойным, совершенно не волнующимся, и на часть, которая является объектом наблюдения, в которой перемещается и блаждает мысль. То есть наблюдать спокойным внутренним взглядом на активный ум, где всё это происходит, вот эта умственная чахота. Просто смотреть на это, будучи спокойным наблюдателем. Это деление ума, по сути, идёт на две части. Спокойный наблюдающий, активный ум, в котором все эти беспокойства происходят. Далее он говорит, что есть и третий, активный метод, по которому стремятся увидеть, откуда приходят мысли, и обнаруживают, что они приходят не изнутри, а как бы из внешнего пространства, вокруг головы. И если удаётся обнаружить, как они приходят, тогда прежде чем они вошли, их следует совершенно отбросить. Может быть, это и есть самый трудный путь, и не всем он может подойти, но если он подходит, то это кратчайший, самый действенный путь безмолвы. Вот он как раз использовал эту практику жёсткой, активной медитации, когда в течение трёх суток его ум замолчал. Но я настоятельно, так сказать, требую буквально, чтобы эту жёсткую практику никто не использовал. Используйте либо смешанный вариант, жёсткий, а потом сразу же, как только жёсткость вы не удержите, дать возможность мягкой форме мыслим проникать в ваше сознание, но вы их буквально игнорируете, либо просто мягкий вариант активной медитации, когда вы видите, что происходит в уме, когда входят туда мысли одна за другой, но вы абсолютно на них не реагируете, вы даёте им возможность просто беспрепятственно проходить, без обработки. В одно ухо вошла, в другое ухо мысль вышла. И тогда на фоне вот этой ровности эмоциональной, когда вы не будете обрабатывать мысли, не будете вступать в диалог, у вас пойдёт поток, обязательно пойдёт поток, и со временем он будет набирать силу и будет уже размывать эти несанкционированные мысли прямо на входе, они не будут в вас даже входить. Вот поэтому этот мягкий вариант, он требует большего времени для того, чтобы молчание ума состоялось, но он абсолютно безопасен, абсолютно безопасен. безопасность прежде всего. И постепенно, постепенно используя эти методы, методы активной медитации, вы начинаете ощущать буквально физическую связь с нисходящей божественной силой. И то, что она делает вас, то, что она реализует вас, это факт, который вы просто наблюдаете как бы со стороны. И главным условием, главным условием успешного продвижения по пути сознательной духовной эволюции, соответственно, в интегральной йоге, является абсолютная открытость, ваша открытость этой нисходящей божественной силой. Ваши открытости, полное ей доверие. И в конце концов, ты должен безоговорочно принять её и сдаться, сдаться полностью в её руки. В этой йоге, говорит Шри Авробинда, весь принцип состоит в том, чтобы открыть себя божественному влиянию, то бишь божественной силой. Оно здесь, выше нас. И если вы однажды осознаете его, то вы должны призвать это не зайти в вас. Она нисходит в ум и тело, как мир, как покой, как свет, как присутствие Господа, как божественная радость. Прежде чем стать обладателем этого сознания, необходимо иметь веру и устремлённость к раскрытию, устремлённость к реализации, устремлённость к взыванию, молитву, суть формы одного и того же. И все эти способы эффективны. Оставайтесь спокойным, открывайтесь и взывайте к божественной силе, дабы она утвердела в вас мир и покой, расширила сознание и привнесла в него столько сил, сколько оно в настоящий момент наше сознание может принять и усвоить. Остерегайтесь быть слишком нетерпеливым, так как это может вновь нарушить тот покой и равновесие, которые уже установились в вашей витальной природе. Ничего не ждите. Имейте доверие к конечному результату и дайте возможность силе самой сделать своё дело. Вот именно божественная сила, которой мы открываемся, сознательно открываемся, и выполняет в нашем индивидуальном сознании всю трансформирующую работу. Ей не надо только мешать. Ей не надо мешать своими тщетными волевыми усилиями, пространными рассуждениями, нетерпением получить результат, ожидание какого-то конкретного результата. Это наша беда, беда номер один. Мы всё время куда-то спешим. А спешить-то, в общем-то, когда ты начинаешь правильную работу на пути, спешить некуда. Просто надо работать, и тогда без всякой спешки результат не замедлит сказаться. Но когда только вы начинаете спешить, то начинаете ходить по кругу. Как только вы ждёте результата, вы опять ходите по кругу, жалуетесь, что у вас ничего не происходит. Ну, теперь уже порядка, чем надо заниматься, если у вас ничего не происходит. Самодиагностика, и посмотрите, что вы хотите. Вот куда вы спешите. Надо ли вообще спешить. Зачем ждёте результата. Кто может ждать результата. Эго только наше. Итак, успокойтесь, эгоистическую составляющую вот так вот уберите. Практически, когда она уходит, то тогда проблем никаких нет. Ничего ты не ждёшь, а просто фиксируешь всё, что с тобой происходит. Переходят.